Торжествия Торжественная обрядовая часть праздника встречи нового солнца Эвенек прошла. Воодушевленные и просветленные гости прошли обряд очищения с Санцевали Хеджи и ждут не менее захватывающие и зрелищные спортивные состязания. С давних пор молодые люди показывали свою удаль, смелость и силу на летнем празднике. Защищали честь своего рода, старались понравиться родителям невест и показать себя во всей красе и силе. Только сильный, отважный и смелый мог достойно жить и содержать свою семью. Участники спортивных состязаний готовятся к празднику задолго. Первое состязание – это прыжки через нарты. Этот навык в повседневной жизни всегда пригодится оленеводу или охотнику. В тайге или в тундре достаточно препятствий, через которые надо перепрыгивать, и не в спортивной одежде, а в таежной меховой. Поэтому это важный компонент в жизни и в работе оленевода. Новый конкурс «Хозяйка Цюба» Асим Моми Алинуи. Кто не успел записаться, подходим к нам сюда записываться. Так, слово предоставляю ведущей конкурса гитарной песни на «Домойке» Дарине Морштыновой. Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем наш конкурс гитарной песни «Мергаму и Кэн». Позвольте представить члена жюри. Уроженца Севасибан-Кель-Кобейского района с песней «Огилюк Коэтми». Слова. Позвольте представить члена гитарная песня «Мергаму и Кэн». Позвольте представить члена дарька «Мергамма». Хабсагай – вид спорта для сильных и крепких физических людей. Здесь главное – крепко держаться на ногах и не дать противнику повалить себя на землю. Бывают очень интересные схватки. Как правило, на праздники спортсмены выступают по жеребьевке, и весовая категория не учитывается. Болельщикам доставило огромное удовольствие следить за яркими схватками. Бег тоже порадовал зрителей. Быстрые и крепкие юноши показали хорошую скорость и реакцию по пересеченной местности. Бег – это тоже один из главных способов и навыков работы оленевода. Одним из красочных моментов праздника был конкурс «Хозяйка Чума Асей Илму Няринни». Он проводился в этом году первый раз и сразу снискал поддержку зрителей. В конкурсе приняли участие женщины из разных районов республики. Это Булунский, Тампонский, Аллаиховский, Среднеколымский. Были представлены визитки, презентации национальной одежды и национальной кухни. Разнообразие узоров, вкусные оригинальные блюда. Мастерство участниц жюри оценила очень высоко. Блюда, которые по сей день мы употребляем. И детей своих привыкли к этому, к этим блюдам. Здравствуйте, дорогие друзья. С праздником на вас. Всех поздравляю с Новым годом, с нашим национальным праздником «Эвенек». Меня зовут Дмитриева Любовь. Я родом из Тампонского района, род Горбенкен. Родилась я в многодетной семье Дмитриевых, Артема и Татьяны Петровны. Дорогие друзья, не жалейте аплодисментов. Каждый участник же надо приветствовать. Сейчас я нахожусь со своей дочерью. Это моя дочка Виорика. Я являюсь дочерью Дмитриевой Татьяны Петровны. Я думаю, что, наверное, многие ее знали. Мы знали как основателям двух народно-фольклорно-этнографических ансамблей. Солинга и Маранга. Приветствуем нашу старейшину из Булунского улуса. Не жалеем аплодисментов. Каждая женщина, каждая хозяйка чума умеет изготовлять одежду. А вы все прекрасно знаете, это очень трудоемкий процесс. Начиная прямо буквально от такого процесса, как выделывание шкур оленьих. Сегодня, конечно, многие по-современному одеваются. Но, тем не менее, продолжают, не забывают о традициях украшения национальной одежды. Также хочу, чтобы вы обратили внимание на узоры. Это узоры нашего рода Гербенкен. Вот могу показать сзади, как выглядят эти костюмы. Вот это вот означает, а, подождите, вот эти вот означают следы на снегу. А вот это вот мама сшила, она их раз 20 перекраивала. Именно для того, чтобы создался вот такой эффект при танце. Да. Моя льда, подчиняя волосы. Ага. Ингарин дахатарин джелган к дахатарчанни. Эрня намкача, амкачаккар. Апкача. Ага, следы. Ага, следы. Следы животных, животных, зверей. Мину таткатчи нэньму, хангандай. Ничуху, оврарым мэнкан, кочай гурарым, кочай гурарым. У паотаткаткаран. Энему народный мастер бигин. Эра орель, энему особый, но у неё почерк особый свой. Вот, очень горжусь тем, что я вот ношу вот такой вот собой. Вот. Вот. Это от матери, ага. А это вот прекрасный костюм, красивый. Шила, вот, морожки я тут вижу. Угу, зелень, ягодки. Шила моя сестра Зоя Михайловна. Слепцова она сегодня с нами. Тоже мастерица, тоже очень хорошо шьёт. Ну, хочу представить вам эвэнские блюда. В основном мясные. Это чулаки. Чулаки, как все знаете, это наш деликатес. Это привезённое из нашего тампонского района. Специально на праздник. Мясо. Тут есть печень. Мясо сахатого. И хочу ещё представить вот ягоду. Ягоду. Ягода – это охта, дикий виноград. Ну, его обычно... Ага, многие любители едят с мясом, как соус. Ну, то есть это дополнение, это необычное сочетание. Угощайтесь. Ягода – это необычное сочетание. Чир и солёная, и селёдка. Да. Лепёшка простая, без ничего просто. Мука, соль. Ага. Какой же праздник? Какое же пиршество без оладушек наших. Вот. Ага. Катуруля. Бу-уха. Индигирская, из омуля. Насыщенная. С жирами тоже очень вкусная. Свежая. Да, свежая. Да, ага. И мача. Олденер. Ага. Накормили всю тёрбу этой мясом. Это человек – кочевник. Да, вот мы. Это настоящая кочевница. Чемило это. Добро пожаловать. Да, я-я-я-я-я. Бон, коже. Да, я-я-я-я. Добро пожаловать. По старинным рецептам вот приготовленный. А, Нюши? Катурально. Нюши, что ты? О, здорово. Иди вон. По старинным рецептам приготовленный, который сейчас по сей день мы представляем. Здесь восемь видов чая. Сейчас каждое блюдо я буду рассказывать. А что за раствор? Это кровь, живая кровь. Это в холодную жару едят. Вот. В желудке хариуса. Иногда вместо оленя молоко добавить. Это утка в желудок, в печень. Как на вкус? Добрый. Мясо из оленя. Только островы. А мы вот так варим. Вот. Голова. Печень, мозги. Не иргал дептим. Иргал дептим. Иргал дептим. Они с собой не таскают. Они, например, много костей. И вот. Это прям мяу. Кусылка. Полусырой. Это карась, щука и окунь. Очень вкусные рыбы. Иргал дептим. Руслан. Еще одним из самых интересных конкурсов праздника, конечно, по праву считается конкурс сказителей Немкаланов Менгальтёрель. В этом году он проводился впервые и получился очень интересным. Своё мастерство сказителя представили заслуженные работники культуры Республики Саха-Якутия Максим Ильич Дудкин из рода Дудкин и хранитель культуры и фольклора народа Аксинья Ивановна Диефимова из рода Донрыткен. Предлагаем вам посмотреть отрывок из древнего родового сказания Умчагин в исполнении Максима Дудкина. Умчагин в исполнении Максима Дудкина. Осв opening운� kotimaи был в исполнении Максим. До встречи с т exceptions. Как инвеками в Я승аре и получились над вовремя, и вы Pumpite Дудкане сейчас пошли. Поэтому мы всегда апостолируемся на Казаха-Якутия. Немкалами в Hawaiчане т nostre клипс+. Когда я возгорел здесь, я хочу и как ему платью. Я хочу. Было все. Когда я учусь, мы построились, что я хочу. Я хочу. Я хочу. Если я не хочу. Я хочу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok